Тромка, друзья. Время от времени я комментирую какие-то просто забавные матчи, которые не обязательно должны быть профессиональными, не обязательно серьезными, не обязательно прям на исполнении на все 100%, ну просто веселыми. И в этот раз будет примерно такой же матч, надеюсь он вам понравится и надеюсь на вашу поддержку в виде лайка и комментария для того, чтобы продвинуть третий Варкрафт и мой канал. Спасибо большое и приятного просмотра. Итак, в чем задумка, в чем сырбор, что вообще тут происходит? Это, как я понимаю, матч в рамках Ладдера, сверху справа стартует Атеист или Саликс, это неплохой сербский игрок из Альянс, ну просто неплохой, из Алмаза, как я понимаю, то есть типа, ну такая, знаете, высокоработяжный уровень игры, скажем так, да, то есть типа хороший игрок, который играет в свое удовольствие. С другой стороны, Воливерин, это также регулярный игрок в третий Варкрафт и при этом еще и комментатор. В общем, играет он за ночных эльфов против Альянса на карте Острова Эха, с самого начала, как вы видите, Альянс решил наказать своего оппонента за халявный криппинг, который мог бы быть, то есть иногда же ведь ставят тут древо войны и именно тут крипятся, как бы, но, как видите, Альянс не угадал и по сути он потратил немного времени в никуда, потому что рабочий сначала сюда прибежал, потом он будет возвращаться обратно, все это время он мог бы добывать ресурсы, а он их не добывал, но хотя бы тут ферму поставил, это теперь дешевая разведка, которая еще долго будет приносить результаты. Здесь Варден первым героем, безопасное древо войны, сверху, обычно все-таки снизу ставят, потому что, ну, потому что здесь легко взять второй уровень и Варден очень хочет быстро прокачаться, плюс еще тут может выпасть, например, амулет энергии, что очень усилит Варден, но зато это делает этот криппинг предсказуемым и, соответственно, эта ферма очень много чего дает. Ну, я так понимаю, что на самом деле, значит, ну, эльф хотел только что поставить второе древо войны здесь, очень часто так делают игроки за Варден, то есть они просто ставят два древо войны и две точки крипя, древо войны нужно для того, чтобы оно танковало, потому что Варден в одиночку это не особо хочет делать, потому что легко потратить воду с колодцев на криппинг, а ты хочешь тратить его на войну, так сказать, на битву с своим оппонентом. В это время Архимаг забирает свой лагерь наемников, то есть, по сути, у Альянса уже сильнее криппинг и общая игровая ситуация, а также под полным контролем. Посмотрим, что там за артефакт, выпадет, дождь, я там уже выпал, да, я просто за лагерь наемников, поэтому не было заметно, талисман жизненные силы, ну, дроп неплохой, что тут еще можно сказать. Маленькую точку здесь забирает Варден, у нее есть венец Богородства, второй уровень будет, возможно, еще куда-то вниз можно спуститься, но, опять же, основная проблема, что, скорее всего, о передвижениях узнает. Здесь Альянс, в случае чего, если будет в этом необходимость какая-то, если очень неаккуратно сыграет Ночной Эльф. Но он наверх подходит, венец Богородства выкладывает, для того, чтобы больше восстановить, ставит дополнительные колодцы, нажимает Т2 и заказывает дополнительных юнитов. Ну, Трео Войны-то может здесь затанковать, и поэтому пулит крипов прямо сейчас Ночной Эльф. Но, опять же, это известная информация для Альянса, и вот как он, интересно, этим пользуется. Он отправляется на свою золотую шахту и безопасно крипит эту точку и будет ставить здесь базу. Собственно, так как он знает, что противник находится здесь, он вообще ничего не опасается, он может спокойно забирать точку, он может не бояться, что ему здесь будут убивать рабочих, и что с абсолютно высокой долей вероятности он, скорее всего, поставит базу без каких-либо проблем. Все-таки взял Талисман Жизненные Силы, только сейчас, но хотя бы так. Венец Богородства выпал, прям очень крепкий дед будет, потому что плюс 200 хп у него уже суммарно будет. Безусловно, это круто. Ставит базу, есть третий уровень и, соответственно, второй элементаль. Это, понятное дело, круто. Тут же, с другой стороны, выпал Талисман Ускользание, явно не самый желаемый артефакт для Варден, хочется что-то другое. Не смог взять третий уровень, возможно, кого-то добил древом войны, потому что не совсем я помню, достаточно ли эти три точки для того, чтобы взять третий уровень. Скорее всего, должно быть достаточно, раз тут с трех точек, ах, с трех точек, да, взял. Ну, в принципе, да, скорее всего, не хватает, потому что здесь больше опыта, чем здесь, поэтому все правильно, никого не добил древом войны. А вот тут есть третий уровень, все нормально. Прокачал Shadow Strike, очень такое пассивное начало, конечно, потому что Варден обычно играет куда агрессивней. Куда агрессивней. До третьего уровня прям качался, базу не дал поставить, то есть, безусловно, это достаточно, ну, как бы это сказать, не самое... Тот путь, который выбрал здесь ночной эльф, ведет к проблемам, скажем так. То есть, в итоге это приведет тебя к каким-то моментам, которые будет очень тяжело решить. Потому что ты дал полную свободу Альянсу, Альянс поставил дополнительную базу, ты особо не паришься, продолжаешь крепиться, продолжаешь играть так чрезвычайно спокойно, вольно, как будто все под полным контролем, но по факту с каждой минутой становится все сложнее и сложнее играть, потому что у ночного эльфа нет дополнительной базы, у Альянса есть, Альянс просто бегает, крепится, Альянс скоро нажмет Т2, как только накопит ресурсы, эльф уже в Т2, пока что дополнительное здание он не ставит, а, например, Древо Мудрости сам жмет Т3, магазин есть, качает ночное зрение для того, чтобы его легче видеть. А вот сейчас может быть какой-то судьбоносный момент, если очень хорошо разменяется ночной эльф, будет прям совсем хорошо. Тролля жреца отдал, не очень круто, потому что очень хочется его иметь для того, чтобы рассеивать элементали, но с другой стороны он забрал вражеского. Тролля жреца, добил пехотинца, к четвертому уровню приближается, играет через Блинг, поэтому веера нет, так что рабочих хоть он тяжело будет убивать, но с другой стороны, кстати, Книга Забвения стала дешевле в текущем патче, она стоит 200 золотых монет, поэтому, возможно, есть смысл купить, может быть не сейчас, но попозже посмотрим. Купил сапоги и посох телепортации, продал бесполезные артефакты для того, чтобы остались, для того, чтобы взять полезные на мобильность, для того, чтобы свободнее передвигаться по карте, харасить и так далее. Ну, судя по всему, у Ночного Эльфа тут какой-то забавный план на игру, называется Я строю миллиард колодцев, и у меня будет бесконечное лечение, плюс еще делает Т3 для того, чтобы прокачать грейд на колодце, для того, чтобы они быстрее восстанавливались, для того, чтобы там было больше маны, виспы срываются с лагеря наемника, видимо, не будет их нанимать, я так понимаю. Но, с другой стороны, Альянс играет достаточно стандартно, ставит дома лесопилку, башенки есть, Т2 уже наполовину сделана, кузница для апгрейдов, возможно, для стрелков, возможно, для мастерской, возможно, для Т3, чтобы выйти в рыцарей. Древо войны подошло на рынок. Пытается отойти, да. Ну, скорее всего, умирает, понятное дело. Все-таки слишком мало брони, нет богословения природы, в итоге спокойно убивает. Почти четвертый архимаг. И варда нужно... О, книгу забвения купил. О, фолиант забвения. Для того, чтобы переучиться на веер. Но перед этим хочет немного потыкать в деда. И тут, конечно, архимаг прибежал уже на базу к ночному эльфу и понимает, что что-то, черт побери, здесь не так. Отменяет все-таки колодец в итоге. Но просто поставит новый. Это не особо большая проблема. Просто немного потерял по ресурсам. Потому что отмена не возвращает тебе 100% затраченных ресурсов. Лишь часть. Улучшение завершено. Ну, кстати, по фолианту забвения Альянс должен понять, что скоро начнется жесть. И пора в ближайшее время стать побольше башен, может быть. Проблема Острова Эха в том, что здесь нет лаборатории. Соответственно, нельзя нанять дирижабль для того, чтобы спасать рабочих от Варден. То есть, грубо говоря, у Альянса нет в принципе просто внутриигрового инструмента на этой карте для того, чтобы защищать свою экономику от влета в Варден. Варден просто влетает, использует веер, убивает рабочих. И ты ничего не можешь с этим сделать. Можешь только наказать ее за это. Но именно спасти рабочих ты не можешь. Невидимость использовали на архимаге. Тут хрустальный шар выпал в Варден. Использовал просвет. Увидел, что тут есть дополнительная база. Магазин ставит дополнительный. И куча колодцев. Ну и я думаю, вы понимаете теперь, какой геймплей будет, да? То есть, план на игру. Это в одиночку выиграет героям. Юнитов у ночного эльфа почти нет. Он поставил два магазина для того, чтобы всегда были расходники. Потому что в магазине количество расходников ограничено. И эти расходники восстанавливаются со временем. Ну, если у тебя два магазина, у тебя в два раза больше расходников. Как бы все предельно просто. Архимаг прибежал на вражескую базу. Без сапогов, без посоха телепортации. Но при этом колодец отменяет. И такое чувство, что да, скорее всего не отменил только что ночной эльф строительства. И потерял таким образом ресурсы. Почти пятый у Варден. Это значит, что у него будет почти... Ну, скоро третий веер, когда она переучится. Что, понятное дело, круто. Очень хочет преследовать Архимага. Заставить его поражать свиток телепортации. Все-таки свиток телепорт это довольно дорогой ресурс. Ой, как красиво. Стопит здесь Альянс. Видели вообще? Как же круто. Очень красиво было. Это тяжело так делать. Когда Варден с сапогами так-то. А элементаль без. То есть это жестко. Ну, скорее всего, деду придется здесь сжать телепорт. Вот он нажимает для того, чтобы не потерять еще больше ХП. Потому что он понимает, к чему это все будет идти. Ну и, кстати, очень плохо, что элементали отдали. Потому что это пятый уровень. Можно использовать флян забвения. Прокачать третий веер и идти убивать экономику. Купив перед этим в магазине банку, ну, антимагической защиты. Для того, чтобы магическая башня не сжигала ману. Да, переучился. Третий веер. Второй блинг. Миллиард колодцев. И сейчас начнется веселье, дамы и господа. Однозначно. А в это время Альянс просто крепится. Забирает черепаху. Горный король вышел. В идеале, конечно, отойти бы архимагом. Но, видимо, да, он отходит архимагом. Но все равно получит опыт. Или нет. Отошел как раз на идеальную дистанцию для того, чтобы не забрать кольцо регенерации. Почему бы и нет. Немного повысит выживаемость. Не особо, конечно, но повысит. Т3 есть. Можно заказать паладина. Мне в таких ситуациях кажется, что может быть выгодно взять алхимика для того, чтобы лечить армию против веера. Но, с другой стороны, паладин соло таргет лечением тоже очень неплох. Начинается веселье. Есть неуязвимость. Антимагическая защита прожимает. И начинается нарубка, скажем так. Наррубка рабочих. Пролетариат гибнет. Уже минус 3 рабочих. Может сюда влететь. Еще минус 2. Суммарно уже минус 5. 5 рабочих. Это 325 золотых монет. Просто вот бац, и у тебя нет 325 золотых монет. Что, понятное дело, достаточно много. Но, судя по всему, придется вардин скоро уже отсюда уходить. Тут даже 2 казармы с масс-рыцарями. 2-1 апгрейды. Еще рабочий умирает. Какая же жесть, конечно. Много трупов. Можно прямо специально кладбище ставить. Крестики. Еще рабочий умирает. К 6 уровню таким образом приблизится. Да, очень больно на это смотреть, конечно. Потому что, опять же, повторюсь, нечем воевать против этого. То есть, нет инструментов. Ты... Единственное, что мог сделать здесь альянс, это просто убрать рабочих, бежать ими вниз. Но... Это выход из ситуации. Ты просто не добываешь ресурсы. И ни к чему хорошему это не приводит. То есть, ну, посмотрим. В любом случае, вардин уже прям огромный экономический урон нанесла оппоненту. И... Это неприятно для альянса. Но, может быть, какие-то пути победы здесь. Против вардин по-разному играют. Пока что здесь товарищ строит только рыцарей с двух казарм. Ну, строил, по крайней мере. Там дополнительно и выбежали. Но, по факту, ведь можно еще поставить, например, мастерскую с танками. Можно построить еще... Да что угодно, на самом деле. Можно даже масс-вертолеты сделать лоу. Потому что вертолеты не наносят урон... Точнее, не получают урон от веера. Но вы должны понимать, что, во-первых, это непрофессиональный игрок. У тебя хаос в голове. Как бы, скорее всего, просто Саликс или Атеист Пи. Он никогда не сталкивался с чем-то подобным. Это для него какая-то абсолютная дичь. И это действительно дичь. И как решать проблему в такой стрессовой ситуации не совсем понятно. То есть, он сейчас приходит к самому простому умозаключению. То есть, если тебя пушат, самый простой способ защитить свою базу, когда ты не можешь защитить свою базу, это атаковать противника для того, чтобы заставить его воевать у себя дома. Для того, чтобы он пришел и защищал свою базу, а не атаковал тебя. И в этом есть смысл, безусловно. Поэтому посмотрим, как здесь сработается Атеист Пи, Альянс. Сможет ли он здесь как-то воевать со своим противником. Почти шестая Вардена. Она сможет скоро вызывать свой ультимейт. Правда, количество трупов не такое уж и большое. Варден под колодцами официально бессмертный. Призывается Аватар Возмездие. Лечение от паладина неплохо заходит. Но мана постоянно восстанавливается у Вардена. Она будет просто бесконечно пользоваться своим веером и забирать постепенно юнитов за юнитов. Юнитом за юнитом. Аватар, правда, скоро погибнет. Желательно им как-то отойти. Но, видимо, он окружен со всех сторон. И в итоге все духи тоже умирают, что совершенно не круто. Но если посмотреть, здесь Альянс уже прям теряет запас прочности. Все пехотинцы почти погибли. Все новые рыцари, конечно, подходят, я так понимаю, время от времени. Хотя они не производятся, нет, они не делаются. Но этого все равно недостаточно. Много юнитов умирает, в то время как эльфу большей части ничего не теряет, кроме маны в колодцах. А она быстро восстанавливается из-за наличия грейда. Пытается воевать с своим оппонентом. Скоро будет еще один молоток. Это уже хоть что-то. Конечно, не хватает здесь шэдоу-страйка, но без блинка Варден бы 100% просто умирал бы. Здесь и ничего бы не мог бы с этим сделать. Но, конечно, шэдоу-страйк тут помог бы. Просто две атакующие обилки спамишь нон-стопом, юниты умирают. К тому же еще Альянс не купил стафф. Это, безусловно, не самое оптимальное решение. Пытается убегать рыцарями. Хорошо контролит Альянс, то есть не подставляет. Но, с другой стороны, у него тут остались только герои, а у Вардены все еще есть колодцы. Седьмой уровень, третий блинк. Соответственно, блинк почти без КД. И это очень приятно в его ситуации. То есть, можно спокойно улетать в любой ситуации. Телепорт передает горному королю. Маунтен Кинг прожимает его. Архимаг, скорее всего, выживает. Да, так и есть. В итоге ничего здесь не добился Альянс. Он ничего не сделал. Он уничтожил один колодец. Забрал пару юнитов, которые не нужны эльфу. И все. А так сам потерял много чего. Потерял паладина. Потерял много пехотинцев. Отдал много опыта. И еще напомню, что там Т3 у ночного эльфа, поэтому его Варден получает на 30% больше опыта. Ну, механика такая, что если у тебя один герой и Т3, то на 30% больше опыта, на Т2 на 15% больше опыта. Как же здесь неприятно ставнули рыцаря, потому что туда уже бежит Варден. И она прям нацелилась на этих работяг. Видимо, считает их очаровательные. Поэтому очень сильно хочет убить. По-другому такой прям фанатичной любви к убийству сложно объяснить. Действительно, они тут будут умирать. Правда, есть небольшое но. И, собственно, видимо, этим пользуется прямо сейчас Альянс. Если что, у Вейера есть ограничение на количество целей, максимальное количество целей, которые можно отыскать Вейер, это 5. Поэтому, если очень много юнитов вокруг держать, то с определенной вероятностью не пострадают уже раненые рабочие. Но, как мы видим, просто небольшую корректировку сделает Эльф, телепортируется в местах, где стоят раненые рабочие и забирает их абсолютно спокойно. Альянс подходит, пытается здесь как-то разобраться, но в итоге прогоняет оппонента. Все-таки у Варден уже больше маны не осталось, поэтому ей желательно уйти. Все равно каотцев здесь более чем достаточно. Можно спокойно здесь забирать оппонента. Снизу... Ну, точнее, восстанавливать ману и продолжать вот так вот играть в таком же стиле. Древо войны и древо жизни здесь ставит Ночной Эльф. Богословения природы, как я понимаю, нет. Да, нет, все еще не прокачал. Ну, а Альянс никак не адаптируется. Это говорит о панике, это говорит о целом комплексе проблем, неправильного принятия решений, закрепил он рынок, получает отсюда большую банку неуязвимости, что, понятное дело, круто. Скоро второй паладин, это переведет его к тоже своей родной неуязвимости. Знаете, в чем еще фишка, кстати, этой стратегии у Ночного Эльфа? Так как у Ночного Эльфа нет и юнитов, это значит, что ничего не умирает, это значит, что опыт не получает Альянс. То есть ему сложнее прокачивать своих героев, как бы это забавно не казалось. Варден продолжает здесь воевать, антимагический щит врубило, сразу же рассеяли, хорошая реакция от Альянса, но Альянс никак ничего не добавляет, то есть, опять же, мастерской нет, танков нет, тут танки бы очень сильно помогли бы, потому что, опять же, способности Варда не атакуют механизмы, и можно было бы проносить эти самые колодцы, там просто 4 танка сделать, и было бы нормально. Хочет здесь, опять же, наносить урон, Варден с невоязвимостью, возможно, рано или поздно на него прожмет, все нижние колодцы по сути полные, поэтому ситуация абсолютно рабочая, но, конечно, не хватает ночи, возможно, есть смысл купить искусственную ночь ночному эльфу, для того, чтобы просто мана начала восстанавливаться, потом, да, он подходит к магазину, покупает, ну, и, как видите, тут очень много урона получают рыцари, не очень комфортная ситуация, можно попытаться забрать даже этого красного рыцаря, но он отошел далеко, как я вам сказал, есть ограничения на количество целей, и в итоге не попало. Варден много урона получает, она отошла, порошок по ней попал, аватар призвали в итоге сзади, и постепенно каут спатают, но там такие жетущие рыцари, кошмар, лечение от паладина, все еще даже не второй уровень, потому что ничего не умирает, пытаются брать Варден, но, опять же, это по большей части бессмысленно, потому что она просто использует свой блинг третьего уровня, и уйдет себе в освояси. Очень много побитых рыцарей, в идеале им надо вернуться, для того, чтобы они не погибли, в идеале здесь, конечно, не помешало бы три стафа у Альянса, но это много золота, хотя в действительности мог бы и поставить там, допустим, два магазина, купить сразу два стафа, а потом подождать перезарядки, потому что три стафа для такого воинства очень сильно помогло бы, просто возвращаешь их домой, они восстанавливают здоровье, это как, по сути, те же самые колодцы ночного эльфа, в плане бесплатности лечения, бесплатности восстановления хп, ману, то, что сейчас пользуются ночной эльф. Ну, краснючая все, но хп нету у Вардена, она может нажать неуязвимость, да, нажимает неуязвимость, и паладий на втором уровне прокачал ауру, которая не очень помогает противоспособности Вардена, но с другой стороны, зато окружили здесь аватара, его заберут, это круто, но, по-моему, сейчас, не, Варден, нет маны, но вообще сейчас глупо подходить, потому что на молоток могут попасть, но просто он очень хочет, можно прям забрать несколько юнитов, но боится, опять же, потому что, ну, хотя у него телепорт есть, но если он молоток словит, ой-ой-ой-ой, не, он нормально, все, точно здесь выживает, веер, телепорт, или просто блинк тоже, тоже, такая тема тоже нормальная, решил сыграть безопаснее, для того, чтобы не давать дополнительные микросекунды своему оппоненту, опять подходит к колодцам, здесь еще, ха-ха-ха-ха, много их есть, очень много, я бы даже сказал бы, и сейчас идет ночь, а, не, подожди, не идет, я просто посмотрел на сверху, видите, вот эту штуку, там просто класс такой, как будто ночь идет, но это ошибка, это обман, чтобы собрать классы, вот такое вот решение этого ливерина, судя по всему, ему надоело уже играть соло-героем, поэтому он ставит три гнезда химер, для того, чтобы начать строить масс химер и убить рыцарей, в это время рабочие отправляются на экспанс снизу слева, он не знает о том, что там находится база, но, судя по всему, он просто как бы хочет поставить здесь свою базу, или подготовить здесь плацдарм, но сейчас узнает, что там есть экспант, и, собственно, будет против этого уже работать, три-два, кстати, рыцари, опять же, апгрейды никак не помогают противоспособности варден, тут есть жрец для того, чтобы рассеивать антимагический щит, который частично помогает, потому что можно будет сжигать ману, вообще, возможно, здесь несколько магических башен поставить было бы хорошо, но шахта уже не такая полная, поэтому, возможно, в этом и нет смысла, варден здесь, конечно, буяни, сейчас много тут убьет, хотя, на самом деле, ну, да, много убьет, сейчас будет веер, не, убило, и еще тут товарищей забирает, тут, правда, уничтожили древо жизни и ставят башни для того, чтобы подготовить плацдарм, потому что в макро длинная может играть здесь, конечно, альянс, играть через базы, стараться и ждать, когда закончатся все ресурсы, пытаются забрать виспов, это не в последнюю очередь единственный источник прокачки для альянса, ультимейт использовал в итоге ночной эльф для того, чтобы вынести здесь базу, Варден вернулась обратно, закупается расходниками и теперь будет стараться здесь вынести оппонента, гнез на химер, кстати, тоже вынесли, но там в центре, судя по всему, ставят их сейчас ночной эльф, да, именно так и есть, смог увернуться от рассеивания, потому что альянса рассеивания у жрецов не моментальная, должно пройти некоторое время, поэтому герой может легко отойти, увернуться, если постоянно быть быстрым, но в этот раз не смог увернуться, но сражается под колодцами, поэтому вряд ли можно забрать, десятый уровень, даже девятый уровень, можно второй шедоу-страйк уже начинать спамить и забирать юнита, вот даже первым начал уже пользоваться, чисто для того, чтобы забирать каких-то почти убитых юнитов, потому что если не будет жрецов, не будет рассеивания, это приятно, это спокойно, мол, он залетает, там опять же блинг есть, легко можно спастись, поэтому легко и спасается, вполне закономерно, постепенно колодцы тут, кстати, падают, ведь их было изначально значительно больше, все-таки очень сильно сейчас играет третий апгрейд на атаку, рыцари действительно разваливают, там блин, тринадцатая защита, 44% обоклащения урона, чисто без инерфаера даже, с инерфаером 52%, то есть больше половины урона блокируются, это конечно сильно, возвращается, колодцы, кстати, уже, ну не то, чтобы заканчиваются, их все еще очень и очень много, но все-таки где-то половину уже использовал ночной эльф, такое чувство, что здесь есть все шансы, но зато я напомню, что там химеры просто производятся, то есть конечно очень четко прочувствовал здесь тайминг ночной эльф, когда нужно переходить в химер, потому что здесь уже Варден действительно в одиночку не справляется, она наносит урон, она безусловно здесь может стараться, но хотя, возможно, как раз урона тютерику-тютерику хватит, но колодцы уже закончились почти, как бы это парадоксально не звучало, в нынешней ситуации колодцы действительно почти закончились, у Маутен Кинга есть молоток, видимо он боится кидать, потому что Варден может легко увернуться, и в этом есть смысл безусловно, вот видите, только что увернулось, как раз увернулся, сверху стоит аватар, просто для того, чтобы не быть окруженным, Варден продолжает наваливать, химеры почти уже готовы, скоро они вылетят и бьют все, потому что у Альянса нет ничего, вообще на самом деле, учитывая, что он видел снизу химер, мог бы заранее поставить мастерскую и заказывать вертолеты или стрелков начать строить, тоже было бы неплохо, очень много почти убитых рыцарей, ими тут желательно отходить, став всего лишь, а не, два става, надо их пытаться возвращать, потому что Варден, вы сами видите, что с ними творит, химеры вылетели и сейчас будет, конечно, просто кровавое побоище, если только не успеет телепортироваться, ой, 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 как не повезло, всего лишь одного забрал, мог бы там столько всего забрать, да, вовремя телепорт нажал, вот таки вернулся обратно, нужно ставить всех рыцарей, всех, кого только можно, но, видимо, став и на перезарядке, раз мужики там стоят, ну, и теперь нужно как-то подумать о том, как решать проблему с химерами, может стрелков заказать, но стрелки будут страдать от Варден, поэтому, скорее всего, нужно будет поставить мастерскую, но у Альянса нет ресурсов, как видите, золота минимальное количество, основная шахта не работает, дополнительная шахта скоро закончится, через полторы минуты, выносится экспан снизу слева, Альянс побежал защищать эту базу, но, опять же, против рыцарей, у ночного эльфа есть химеры, поэтому, очень тяжело тут будет, опять вернулся от молотка, ГГ пишет, в итоге Альянс, и, какой-то, сюрреалистичный матч, где Альянс, не строил, какие-то, базовые инструменты, для того, чтобы воевать, в такой ситуации, не смог грамотно садаптироваться, но, все равно, ситуация настолько забавная, настолько необычная, в какой-то степени, учитывая, что играют игроки, ну, относительно высокого уровня, поверьте, оба выиграли, вас вообще, без каких-либо проблем, в том плане, как бы, даже меня, хотя мне кажется, что я примерно на таком уровне играю, как эти ребята, но, все равно, это достаточно забавно, это показывает о том, как тяжело адаптироваться, в стратегиях, в третьем Варкрафте, в частности, поверьте мне, это со стороны легко говорить, вот я говорю, тут танчики нужны были, там всякие вертолеты, да, вот все в таком духе, но если ты находишься внутри игры, у тебя хаос в голове, тебе очень тяжело принимать решения, тебе очень тяжело взглянуть со стороны и понять, что тебе надо для победы, но иногда, иногда нужно стараться так делать, хотя бы иногда, поэтому посмотрим, может быть, в дальнейшем, когда я буду смотреть матч с этим, с Алексом, он сможет принять грамотные решения, и в итоге, сделает работу над ошибками, спасибо большое, что были со мной, там мои господа, всем до встречи и удачи!